Здравствуйте! Подлечившись вечером пивком венский гёстерберклиник, на следующее утро мы отправились на поезде в Словакию, надеясь, что там будет хотя бы немного теплее. Но наши надежды не оправдались, и в столице Словакии и Братиславии было даже холоднее, хотя и ярко светило солнце. Поэтому, добравшись за баснословные деньги на такси до отеля и побросав там вещи, мы первым делом отправились в магазин тёплой одежды, где наткнулись на прикольную майку с совкой и купили кисе ушки. Ну и хороший совет. Если вы когда-нибудь поедете в Братиславу, то никогда не ловите такси на улице и не садитесь в машины, стоящие у вокзалов и прочих значных мест. Заплатите громадные деньги за несколько минут езды. На ёбчики, блядь! На ёбчики! Такая же проблема, кстати, есть и в некоторых других восточноевропейских странах. Например, в соседней Чехии. Собственно, в Братиславу мы только и выбрались, лишь потому, что хотели посмотреть на вторую часть бывшей Чехословакии. И скажем прямо, в Чехии гораздо интересней. Зато там нет памятника работнику канализации, как в центре Братиславы. И не стоят такие вот бронзовые солдаты, как на одной из центральных площадей. Вот на этой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но в Ултаво в Праге однозначно намного круче обустроено, чем набережная Дуная в Братиславе. Там её вообще по сути нет. Обычные речные берега с небольшими спусками к микропричалам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И ещё там почему-то летает много чая, которых ненароком подкармливают местные жители. И вот, кстати, в ресторанах почти везде чешское. И лишь вечером мы набрели на местную пиловарню, где вкусно отужинали и попили живого пивка. Ну и на следующий день, когда уезжали в Будапешт, на вокзале попробовали разливного золотистого гуся, которого я всегда считала чешским пивом, а оказалось, что оно словацкое. Днём мы также погуляли по Братиславскому граду, то бишь замку, который раскидался на холме на берегу Дуная. Вот панорама самой верхней точки замка. Вдали виден дорогой и пафосный ресторан Юйфо. Или НЛО по-нашему. А вот панорама из небольшого садика рядом с замком. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а вечером, возвращаясь с промёрзшими в отель, мы набрели на историческую кондитерскую с интересной витриной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если честно, то как-то в Граце, в Братиславе делать особенно нечего. И специально туда ехать я бы не стала. Но побывать там проездом, как мы, в рамках большого путешествия, вполне можно. Кляк! И да, я знаю, что Словакия это не Балканы. Словакия это не Балканы. Словакия это не Балканы. Словакия это не Балканы. Продолжение следует...